Добрый вечер! В эфире программа «Из первых уст». С вами Индзирабай Мухаммед. Поступление на полицейского – привлекательный вариант для тех, кто ищет работу, где каждый день может быть интересным и непредсказуемым. Эта профессия требует остроты ума, быстрого принятия решений, способности обеспечивать свою безопасность и безопасность других граждан. О работе полицейского мы сегодня поговорим с заместителем начальника управления полиции города Петропавловск Ирланом Елюбаевичем Корибаевым. Добрый вечер! Добрый вечер! Ирлан Елюбаевич, в первую очередь мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нашли место в своем плотном графике и пришли дать интервью нашему телеканалу. Наше интервью мне хотелось бы начать с вопроса, какие учебные заведения и по каким специальностям сегодня предлагает Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Министерство внутренних дел Республики Казахстан располагает четырьмя вузами. Это Алматинская академия Министерства внутренних дел, где готовят таких специалистов, как оперативно-розрастная деятельность, это уголовный розыск, административно-правовая деятельность, IT-технологии и по борьбе с киберпреступностью. Карагандинская академия Министерства внутренних дел готовит таких специалистов, как следователи и криминалисты. Кустанайская академия Министерства внутренних дел готовит административно-правовую деятельность и Актюминский юридический институт также подготовит административно-правовую деятельность. Четыре вуза у нас имеется. Вы наверняка проводите некий анализ, да, и вот если посмотреть прошедшие года, да, наши ребята из Северного Казахстана больше какой вуз выбирают и почему, на ваш взгляд? Молодежь чаще всего выбирает Карагандинскую Академию, хотят быть следователями, криминалистами, но также наряду с этим молодежь, молодые люди изъявляют желание как оперативно-ростная деятельность Алматинской Академии. То есть Карагандинская и Алматинская, да? Вот в процессе обучения, если я правильно понимаю, поступившие находятся на казарменном, да, положении. Сколько лет они обучаются, получают ли стипендию? Расскажите об этом подробно. Курсанты, получается, при поступлении находятся на полном государственном обеспечении, обучение проводится на основе государственного заказа. При зачислении в ряды курсантов они уже становятся сотрудниками органов внутренних дел. У них бесплатное обучение, предоставляется бесплатное общежитие, казарменное положение. В высших учебных заведениях они три курса проживают в казарменном положении, на четвертый курс могут уже заселиться на квартиры и также обучаться продолжить. Девушки два года проживают в казарменном положении, остальные два года проживают на квартире. Стипендия каждому курсанту, положена стипендия. Также учебные заведения предоставляют форменное мундирование бесплатное и бесплатное питание. В период каникулярного отпуска оплачивается дорога домой и обратно, кроме воздушного транспорта. А сколько размер стипендий на сегодняшний день составляет в вузах? Примерную цифру можете сказать? Порядка 40 тысяч. Я думаю, что это такое большое подспорье для студентов, так скажем, обучающихся. Я думаю, это довольно-таки нормальная сумма, если учитывая то, что они живут на полном обеспечении. Какие профильные предметы необходимо выбрать выпускнику при сдаче ИНТ, чтобы они имели возможность поступить именно в вуз МВД Республики Казахстан? Выпускники школ могут выбрать любой предмет, кроме творческого. Для поступления в Академию Министерства внутренних дел необходимо всего набрать 50 баллов общий и не менее 5 баллов по каждому предмету. В совокупности должно быть не менее 50. Те выпускники, которые набирают уже больше ИНТ, например, более 100 баллов, то они уже рассматриваются в первую очередь при проведении конкурса уже и отборе на зачисление в ряды курсантов. А ребята, которые окончили колледжи, например, они могут поступить в вуз? Могут поступить, да, на общих основаниях. Ну, тогда расскажите о самой процедуре поступления, чтобы нашим телезрителям было понятно. Процедура поступления у нас в Академию нашу с февраля, по-моему, месяц необходимо обратиться к нам. Это в управление полиции города Петропавловска по адресу Жумабаева 118. К нам приходят, обращаются. Мы выдаем направление уже на прохождение медицинское свидетельствование окружной военно-врачебной комиссии. После они проходят военно-врачебную комиссию, их признают годными. Далее они сдают единоценное тестирование, уже с результатами приходят к нам. И далее формируется личное дело, направляется в Академию. Едут в Академию, там сдают зачеты по физической подготовке. Это все, в общем, там комиссия рассматривает, принимает решение о зачислении в ряды курсантов. Вы сказали о физической подготовке, девушки также наравне с парнями сдают физические тесты? Девушки и парни сдают физическую подготовку, у всех разное. То есть парни сдают, у них одни нормативы, у девушек другие нормативы. А есть ли какие-то ограничения при поступлении? Ограничения при поступлении, единственное ограничение, это может явиться, если у абитуриента, желающего поступить в Академию, имеется уголовная судимость. А родственники, если имеют? Родственники, это все указывается при прохождении специальной проверки, и это все учитывается. Вот с лицами, поступившими на учебу в учебные заведения Министерства внутренних дел, я так понимаю, заключаются контракты с обязательством отработать. Вот расскажите об этом моменте, на сколько лет заключаются контракты? Да, курсанты, которые поступили в ряды органов внутренних дел, с ними заключается контракт. После окончания учебы им предоставляется место работы, никто не остается без места работы. Мы направили, например, город Петропавловск, они пришли к нам же в управление полицией, мы им предоставляем место работы. И они должны отработать по контракту 5 лет. Если же они раньше уволятся по каким-либо причинам, они будут обязаны выплатить государству денежные средства, которые были затрачены на их обучение. Ну вот здесь хотелось бы, чтобы вы рассказали о процессе адаптации к службе в ОВД, и как выпускники вузов МВД Республики Казахстан делают свои первые самостоятельные шаги. Вот они закончили, пришли к вам, и вы уже их начинаете определять. Да, курсанты приходят к нам уже на работу. Приказом начальника департамента Северо-Казахстанской области за каждым молодым сотрудником закрепляется наставник из наиболее подготовленных сотрудников, которые в ежедневной работе, ежечасно, ежеминутно помогают молодым сотрудникам освоить азы нашей профессии, подсказывают, где применить, как правильно применить тот или иной закон. То есть молодые сотрудники один на один не остаются. То есть постоянная поддержка и опыт старших сотрудников, да? Да, на постоянной основе это. И это проводится пока сотрудник не может уже сам видеть, что может принимать решение или сам самостоятельно выполнять возложенные на него задачи до этого момента. Ну, если вот говорить об управлении полиции города Петропавловск, да, в этом году уже у вас сколько, не в этом году, скажем, в ушедшем году, да, сколько молодых сотрудников у вас работает, как раз-таки выпускников вот именно наших казахстанских вузов? В общем, за ушедший 2023 год мы набрали порядка 90 молодых сотрудников. Из них у нас после окончания ведомственных заведений 25 человек. Это молодых, которые отучились 4 года в ведомственном учебном заведении. На какие должности они приходят первоначально и какое звание получают? Они приходят на должности, например, после окончания Алматинской академии, они придут оперуполномоченными, либо в отдел кибербезопасности, также оперуполномоченные могут быть. К Аргандинской академии приходят следователями, дознавателями и криминалистами. К Устанайской академии они приходят участковыми инспекторами полиции, административную практику. Вот если смотреть на прошлый опыт, выпускники чаще выбирают областной центр или все-таки районы? Нет, здесь, видите, при распределении всегда учитывается, откуда был направлен курсант на учебу, то есть его место жительства. То есть по месту жительства, да? Можно сказать, что в среднем в год к вам приходит 80-90 молодых сотрудников? Да, можно сказать. Какие льготы предусмотрены для полицейских? Льготы для полицейских – это сотрудник органов внутренних дел может по истечению 25 лет, то есть отработав 25 лет, в органах внутренних дел выйти на пенсию, на заслуженный отдых. Также вот почему мы агитируем на ВУЗы, в Министерство внутренних дел, потому что 4 года, которые они обучаются, они уже входят в общий стаж. То есть после обучения 21 год в органах внутренних дел, и человек уже может претендовать на пенсию. Льготы еще также у нас имеются. Каждому сотруднику органов внутренних дел, включая в том числе его членов семьи, может начисляться денежные средства за найм жилья, то есть в размере 42 500 тенге. То есть это на каждого члена семьи. Да. Бесплатное медицинское обслуживание. Сложно ли работать в полиции? Давайте отметим и минусы, и плюсы вот такой нелегкой, на мой взгляд, профессии. Ну, служба в органах внутренних дел, она требует значительной отдачи, потому что сотрудники органов внутренних дел, они работают и днем, и ночью. То есть при осложнении оперативной обстановки, либо каком-либо происшествии, сотрудники, не считаясь личным временем, находятся на работе, занимаются раскрытием того или иного преступления, правонарушения, профилактики. И работа органов внутренних дел, она очень интересная. То есть сотрудник в ходе выполнения своих функциональных обязанностей, ну, скажем, познает всю, весь город, наверное, то, что происходит в нашем городе. Плюсы и минусы. Ну, минусы у нас, наверное, то, что постоянно находишься на работе, меньше уделяешь времени, как бы, своей семье. Единственный, наверное, минус. А в основном одни плюсы, да? А в основном одни плюсы, как бы. Какую работу вы сегодня проводите с молодыми людьми, скажем так, которые не определились с выбором будущей профессии? Может, вы посещаете школы, агитируете каким-то образом? На сегодняшний день по профагентационной работе мы проводим со всеми учебными заведениями. В настоящее время мы проводим в средних школах, это с выпускниками, то есть с 11 классами. Мы уже провели на сегодняшний день уже три встречи, есть желающие для поступления в Академию. Также нами проводится работа в колледжах по профагентационной работе. Когда проводится в университетах ярмарка вакансий, мы также всегда принимаем участие, предлагаем работу. А на ваш выбор профессии, выбора профессии, да, кто повлиял, почему вы решили стать полицейским и пожалели ли вы о своем выборе? На мой выбор повлиял, наверное, мой близкий родственник, это зять, муж моей старшей сестры. Он в то время работал в уголовном розыске. Мне всегда хотелось быть похожим, носить форму, бороться с преступностью. Раньше тоже в детстве, когда смотрели фильмы, тоже хотели способствовать охране общественного порядка. Ну, осознанно, как бы уже, я знал, когда учился еще в школе уже, скажем так, с 7-8 класса, я знал, что я хочу быть сотрудником органов внутренних дел. И я не жалею о своем выборе. Ну, я так думаю, что в эту профессию как раз-таки нужно идти осознанно и понимать, что на тебе лежит большая ответственность не только за своих сотрудников, но и за общество в целом, да. И мне хотелось бы, чтобы вы в очередной раз повторили, куда следует обратиться, желающим поступить в Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Вы уже говорили выше, вдруг кто-то сейчас только присоединился к нашему эфиру. Обратиться необходимо, получается, по адресу улица Жумабаева, 118, кабинет 417, либо по номерам телефона 49-32-17. И по сотому номеру телефона можно в WhatsApp, посредством WhatsApp даже, 8701-869-92-40. Хотелось бы, чтобы вы поделились планами. Планы, ну, мы также будем продолжать свою работу по агитации молодых людей на трудоустройство в органах внутренних дел. Поэтому выпускники школ, выпускники колледжей, высших учебных заведений, всех приглашаем на работу в органах внутренних дел. И всех ждем вас у нас. Ирлан Ильбаевич, хотелось поблагодарить вас за такую познавательную беседу и пожелать вам дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин